С вами Дерек и Хиллари Уокер, пасторы Библейской Церкви Оксфорда. Вы смотрите наш цикл о молитве. Мы рассматриваем молитву «Отче наш» и дошли до молитвы за других. Это выражается в словах «Да придет царствие Твоем, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Иными словами, мы должны молиться о Божьем плане и Его воле, Его царстве в их жизни. Бог уже знает свою волю и свой план. Он открыл его в Своем слове. Мы же должны молиться об этом. Мы ходим в любви, поступая так. Это лучшее, что мы можем сделать для них. В прошлый раз мы увидели, что Бог явно раскрыл Свой план. Это великое поручение. Оно показывает нам, что на Божьем сердце. Что Бог желает сделать в жизни человека. Первая вещь в великом поручении — проповедовать Евангелие. Чтобы уверовавшие спаслись. Божий первый шаг — это спасение каждого человека. Вторая часть — наставничество. Мы должны учить людей соблюдать все, что Он повелел нам. Второе, что хочет Бог — чтобы мы росли духовно, узнавали Слово Божие, ходили в Нем, чтобы Божье царство и воля исполнялись во всех сферах нашей жизни. Это Божий план для каждого человека. И выражен он в первом послании Тимофею. Второй главе, первом стихе. Там сказано «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, ибо это хорошо». А в первом послании Тимофею 2 главе 4 стихе сказано, что Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это те два аспекта, о которых мы должны молиться. Это то, что Бог желает видеть в тех людях, за которых мы молимся. Он желает, чтобы мы молились за всех людей. Его воля одинакова для всех. Во-первых, чтобы они спаслись. Во-вторых, чтобы они познали истину Слова Божьего, дабы они росли духовно. Это должно стать фокусом наших молитв, нашей стратегии. Мы должны молиться об их спасении. А когда человек спасается, мы должны молиться о том, чтобы он рос духовно. В прошлый раз мы увидели, что Слово Божие играет важную роль в этих сферах. Они должны услышать Евангелие, чтобы спастись. Но мы должны подкреплять это нашими молитвами. Присутствие Божие должно высвобождаться вместе со Словом Божьим, дабы принести плоды. Во-вторых, мы должны помнить, что Слово Божие формирует их. Когда они принимают Слово в сердце, оно приносит плод в их жизни. Но если мы не будем молиться о том, чтобы Дух Божий работал по Слову Божьему, мы не увидим плодов. Мы должны подкреплять Слово своими молитвами. Вот как мы молимся. И я хочу, чтобы мы рассмотрели, как молиться за потерянных. Божья воля состоит в том, чтобы они спаслись. Давайте посмотрим на некоторые места, которые показывают нам, как молиться. Мы должны молиться по Слову Божьему, Словом Божьим, потому что это воля Божья. Мы должны молиться о том, чтобы воля Божья исполнялась в их жизнях. Чтобы воля Божья на земле исполнялась так же, как и на небе. Мы должны молиться Словом Божьим. А Его Слово — это Его воля. Давайте молиться по Слову. Первое — о спасении. Итак, как же нам молиться за потерянных? Хиллари, как бы ты молилась за кого-то, кто еще не знает Господа? Я бы молилась о том, чтобы Господь открыл глаза их разумения, чтобы они поняли, что отчаянно нуждаются в спасении и увидели в Иисусе Христе ответ на свою нужду. То есть об откровении. Вот именно, да. Откровение к пониманию. Библия говорит, что когда Дух придет, то обличит мир, который не знает Его. Он обличит их о грехе, о правде и о суде. Есть вещи, которые они должны понять, чтобы принять Бога. Они ошибаются в вопросе греха. Они думают, что у них все хорошо, что они достаточно хороши для того, чтобы попасть на небо. Мы должны молиться о том, чтобы Дух Святой показал им, что они грешники. Они так же ошибаются в вопросе суда. Бог будет судить. Они так же могут быть в отчаянии и думать, что невозможно наладить отношения с Богом. Зачем пытаться? Но здесь так же говорится, что они ошибаются в вопросах праведности. Потому что Иисус сказал, я иду к Отцу. То есть, есть человек, который праведен перед Богом. Это сам Иисус. Он дает нам свою праведность в дар. Но мы должны молиться о том, чтобы Дух работал. Он должен открыть их глаза, чтобы они увидели Евангелие. Мы не можем заставить их принять Христа. Но мы можем молиться о том, чтобы они смогли принять Христа, дабы Дух Святой обличил их, открыл их глаза. Ну, конечно, они могут отвергнуть Евангелие, но мы должны донести его им. Мы молимся исключительно о том, чтобы сила тьмы оставила этих людей. Да, это так. Мы молимся о том, чтобы они увидели свет, и они покаялись. Да, некоторые люди связаны темными духовными силами. Они не могут ответить на призыв. Но когда мы молимся за них, сила Духа Святого сталкивается с этими духовными силами. Она освобождает людей, чтобы они услышали, и для того, чтобы они приняли спасение. Вот что происходит. Есть какое-то местописание, о котором нужно помнить в такой молитве за потерянных людей. Расскажи. А ты как считаешь? Я думаю, это второе послание к Коринфянам. Там говорится... Помнишь что? Процитируй. Да, второе Коринфянам 4.3. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». А кто такой Бог века сего? Сатана. Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога-невидиума. Есть сила тьмы, которая хочет помешать нам принять Евангелие, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. «Потому что Бог, повелевшись тьмы, воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Это чудесный фрагмент. Он говорит о том, что когда проповедуются Евангелия, Бог провозглашает Свой свет, как в творении. Да будет так. Он несет Слово Света, открывает Иисуса Христа. Но проблема в том, что их умы ослеплены ложными убеждениями. Это держит их во тьме. Когда Бог сказал «да будет свет», то сразу же появился свет. Все потому, что Божье Слово вошло во тьму и явило свет. Но когда мы говорим о человеке, то имеем дело со свободной волей. Бог говорит «да будет свет». И в тот момент, когда слова Евангелия пронизывают тьму, когда сердце человека принимает их, то Бог, повелевший из тьмы высиять свету, просветляет их дух «да будет свет». Сказано, что Он озарил наши сердца. Когда ты приняла Господа, когда Божье Слово проникло в тебя, Бог сказал «да будет свет». И вот тогда ты родилась свыше. Теперь твой дух перешел от тьмы к свету. Слава Богу! Все это сделало сила Божьего Слова. Но проблема вот в чем. Слово должно проникнуть сквозь слепоту, чтобы человек смог осознать Евангелие, принять его и родиться свыше. Я считаю, что мы должны проповедовать Евангелие. Но наши молитвы должны быть о том, чтобы Бог забрал слепоту этого человека. Мы можем противостоять Богу этого века во имя Иисуса, говоря «Сатана, мы связываем тебя, запрещаем тебе ослеплять их умы». Мы можем отогнать эту слепоту, чтобы они поняли Евангелие. И если они примут его, то это позволит их духу ожить. Бог создаст из них новое творение. Бог провозглашает свой свет, и Он говорит, «Да будет мой свет в ваших жизнях так же, как в тот момент, когда я образовал его на этой земле». Но люди ослеплены своими ложными убеждениями. Мы должны как-то с этим бороться. Это сила Божья. Я знаю, что когда пошла в церковь, то пошла ради исцеления. На самом деле, я хотела уйти еще до начала служения. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что ходатайства людей до начала служения повлияли на меня. По правде говоря, я не очень слушала проповедь. Но, когда пастырь пригласил людей выйти вперед, чтобы принять Иисуса как своего Господа и Спасителя, я знала, что я должна выйти и принять Иисуса Христа. Я знала, что отчаянно нуждаюсь в этом. Я не знала об этом, пока не пошла на служение. Господь решил не облегчать их участь. Но стоит отдать должное, потому что их молитвы позволили Слову проникнуть в твое сердце. Это позволило слепоте отойти, и Слово смогло проникнуть в такой мере, что ты услышала Духа Святого. Я знаю, что Дух Святой сказал тебе, «Если ты не отреагируешь сейчас, то умрешь. Это твой последний шанс». Да. Ты услышала Слово Господа. Они подвинули тьму для этого. Ты могла отвергнуть это Слово. Но они настолько отодвинули эту тьму, что ты ощутила присутствие Божие. Ты услышала то, что тебе говорили, несмотря на все попытки тьмы. Ты услышала, как Бог обращается к тебе. Тебе хватило этого, чтобы принять Его. Ведь сказано так, «Откровение Слов Твоих просвещает». Это знаменитый Псалом. Оно дает свет. Когда ты приняла это Слово, к тебе пришел Свет Божий, и ты родилась свыше. Так и было. Но молитвы святых также были важны, потому что ты не была с Богом. Уверен, они посчитали тебя крепким орешком. Но через молитву, связывая тьму Бога этого века, ты смогла осознать присутствие Божие, обличение Духа Святого. Ты услышала Евангелие и поняла, что Бог обращается к тебе. И ты ответила на этот призыв. Тогда Слово Божие вывело тебя на свет. Я считаю, что мы должны молиться против слепоты. Когда Бог этого мира пытается удержать людей в неверии, мы можем отгонять тьму, используя свою власть во имя Господа Иисуса, чтобы люди слышали, и самое важное, понимали Евангелие. Когда мы будем делиться с ними, как я сказал, нам важно и проповедовать, и одновременно молиться за людей. Я считаю, что это важное местописание. Оно изменило мою жизнь. Люди повиновались Господу и молились. Во втором Фессалоникийцам 3.1 Павел говорит, «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Это здесь сказано о молитве. Да, мы должны молиться за тех, кто проповедует Евангелие. Мы также увидим через минуту, что должны молиться за работников. Мы должны молиться не только о том, чтобы человек открылся, молиться против сил тьмы, чтобы человек смог принять Слово. Но мы также должны молиться за евангелистов, за тех, кто делится Евангелием, чтобы Слово распространялось быстро, входило, прославлялось, чтобы люди принимали его. Он говорит о том, что недостаточно просто проповедовать Евангелие. Павел делал это. Он знал, что без молитвенной поддержки он не получит должного плода. Он говорит, я нуждаюсь в ваших молитвах, чтобы Слово Божие проникало, прославлялось в их жизнях, свободно распространялось, чтобы его принимали. Мы высвобождаем присутствие Божие через наши молитвы за тех, кто делится Евангелием. Дух Божий идет со Словом Божиим. Важно, чтобы мы молились об этом. В противном случае оно не будет распространяться и не прославиться так, как должно. Мы должны поддерживать проповедь Евангелия молитвой. Итак, еще раз молиться за проповедников, за евангелистов и за людей, которые каются. Финни – удивительный тому пример. Он был великим евангелистом. Отец Нэш со своими друзьями всегда шел перед ним. Они молились за него. Они приходили в трактир и молились там на протяжении нескольких дней. И целые города, представляете, города, обращались к Господу. Да, Финни знал, что он нуждался в этом. Да, он сам говорил об этом. Молитва крайне важна. Да, это крайне важно. Ведь без молитвы все было бы иначе. Они не увидели бы такого пробуждения. А о чем еще нам нужно молиться? Мы тоже должны молиться за работников. Иисус сказал об этом в Матфея 9, 37. Тогда говорит ученикам своим – жатвы много. Часто мы говорим, что жатвы нет. Но Иисус говорит, что жатвы много. Мы должны поверить в это. Ведь если жатвы нет, то в чем смысл? Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатвы – это люди, которые сейчас потеряны. Интересно, что мы должны молиться. Мы можем думать, почему Господь не сделает это и так. Мы ограничиваем Господа своими молитвами. Он – Господин жатвы. Но Ему нужны работники, которые будут делиться Евангелием. Он нуждается в том, чтобы они пошли собирать жатву. Мы можем молиться за определенного человека, который нуждается в Господе. Ему нужно Евангелие. Если мы не можем донести им Евангелие, мы должны молиться о делателях. Господи, пошли делатели в ту семью, чтобы донести Евангелие. Это должен быть кто-то, кого они примут. Господь может послать к ним неожиданных делателей. Мы также должны быть готовы к этому. Но мы также должны молиться о делателях. Ведь в противном случае они не придут. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Опять же, какая-то сила тьмы может помешать этому делателю пойти. Это могут быть вещи, например, которые Бог не хочет видеть в их жизни. Да, и когда мы молимся, Бог посылает их. Это означает, что Дух Святой сходит на них и кладет им в сердце этого человека. Или у них возникает желание пойти и поговорить с кем-то, помолиться за этого человека. Или Бог может повести их сверхъестественным путем. Дух Божий сходит на этих делателей через наши молитвы, побуждая их идти и делиться Евангелием. Богу нужны наши молитвы, чтобы послать их. Он посылает их в нужное место в нужное время. Бог желает, чтобы мы молились об этом. Меня удивляет то, что апостол Павел не считал себя супергероем, который не нуждался в молитвах. «Я молился за вас, но мне не нужно, чтобы вы молились за меня». Он осознавал, что нуждался в их молитвах, в своем служении, и за него молились, и он молился. Да, он написал об этом в Евисянах 6, начиная с 18 стиха. Он говорит ученикам. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Павел говорит «И о мне, дабы мне дано было слово». Вы можете подумать, что он делился Евангелем уже много лет. «Зачем ему молитвы?» Но он говорит «И о мне молитесь, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Можно подумать, что Павел был смелым человеком. Так зачем ему молитва за смелость? Это весьма интересно. Когда я ходила по домам, то страх сковывал мое сердце. Когда я стучала в двери, то плоть говорила «Надеюсь, никто не откроет». Но мы должны молиться о смелости. У нас есть враг, который хочет остановить проповедь Евангелия. Мы видим, что Павел ценил их молитвы, нуждался в них. Мы должны молиться о делателях, о свидетелях. Он говорит о том, чтобы у них было слово. Правильные слова. Частью этого могут быть дары Духа. Слово знания, слово мудрости. Бог может дать вам ключ от сердца, от ситуации. Вам нужно слово, ясность и смелость. Смелость, чтобы начать разговор. И смелость, чтобы воспользоваться шансом, если он появится. Дьявол всегда мешает нам в этом. Мы должны молиться о смелости, чтобы не менять и не компрометировать Евангелие, делая его более приятным для слушателей. Мы должны проповедовать его как есть. Есть вещи, которые мы склонны скрывать. Но нам нужна смелость. Даже апостол Павел нуждался в том, чтобы люди молились за него, за смелость, за слово в Духе Святом, чтобы помазание Божье было на его словах. Мы должны молиться о тех, кто свидетельствует. Они нуждаются в этом так же, как и евангелисты. Всем нужна молитвенная поддержка. Да, я хочу добавить кое-что. Когда ты начал говорить об этом, я поняла, что это было в моей жизни. Я имею в виду нужное слово в нужное время. Я пришла от доктора, который сказал, что надежды нет. Я подумала, что стоит попробовать здоровое питание. И я встретилась с одной женщиной. Это была божественная встреча. Она не сказала мне какое-то великое слово, вроде «Так говорит Господь, Бог всемогущий». Она сказала, «Где ты сейчас работаешь?» Это стало ключом, который позволил мне поделиться тем, «Как сильно я болела, как я не могла есть, не могла работать». Тогда она сказала, «Господь исцелил меня, и Он исцелит тебя». А все это началось с простого вопроса о работе. Простой вопрос. Я не знаю, почему она его задала, но он стал ключом. В молитве мы высвобождаем сверхъестественную работу Духа. Это он открывает нам ситуацию. Павел также молился о Колоссянах. Давай-ка посмотрим на это место. Да, Колоссянам 4.2. Я люблю этот фрагмент. Будьте постоянны в молитве, водруствуя с ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, «Возвещать тайну Христову, за которую и я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Мы молимся о возможностях, божественных встречах и открытых дверях, чтобы делиться словом. Молитесь о возможностях, чтобы делиться словом, или о том, чтобы другие поделились с этим человеком. Обратите внимание, что он просит о явлении. Мы должны молиться о смелости, слове и ясности, чтобы люди понимали, в чем вопрос. Опять же, мы поддерживаем слово Евангелие молитвой. Именно это они делали в 4 главе Деяний, когда церковь столкнулась с гонениями. А вместо того, чтобы отступить, они молились о смелости. Они молились, говоря, «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, когда Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес». Уверен, что Бог рад ответить на такую молитву. Мы видим это в 31 стихе, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа и говорили Слово Божие с дерзновением». Они молились о смелости, чтобы нести Слово, и Бог ответил, наполнив их Духом, «Давайте молиться о смелости, о делателях, о том, чтобы у них были слова Духа Святого, смелость, чтобы делиться Словом». Давайте молиться о том, чтобы у нас была такая смелость, чтобы делиться Словом, чтобы Он наполнил нас Духом, и мы провозглашали слова, через которые Дух Святой обличит людей во грехе, покажет их нужду в Иисусе. Дух показывает людям, что Иисус – истина, путь и жизнь. Люди должны понять, что Иисус – их Спаситель, и отреагировать на это. Но мы должны молиться, когда свидетельствуем. Если мы будем молиться о Божьем помазании и смелости, Он ответит на нашу молитву. И когда мы будем делиться Евангелием, оно будет силой. Мы должны высвобождать Духа Святого через наши молитвы. Я хочу, чтобы мы помолились сейчас. Давайте помолимся за родных и друзей, которые не знают Господа. Я хочу, чтобы мы молились об этом вместе. Во имя Иисуса мы молимся за наших близких, родных и друзей, которые не знают Тебя, Боже. В первую очередь, мы связываем Бога этого мира, Который ослепил их умы. Мы повелеваем пелене уйти. Открой глаза их разумения, чтобы они увидели Иисуса. Боже, мы молимся о том, чтобы Ты послал делателей, которые будут делиться словом с ними. И дай им смелость, а еще ясность, когда они будут делиться Евангелием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok